У нас в студии появляется Светлана Тюрина, городской, на секундочку, координатор тотального диктанта. Звучит прямо-таки очень стильно. Я сразу как ученик перед учителем, вот так вот, да? Ты писал хоть раз тотальный диктант? Ни разу не писал. Всё, тогда всё расспрашиваем. Светлана, как я понимаю, нестандартное время. Обычно весной мы его пишем, тот тотальный диктант. Почему сейчас вот именно вот в это время он проходит? 15 раз его писали весной. Обычно в конце марта или в начале апреля. И вот в этом году, я думаю, все помнят, что было в конце марта и в начале апреля с массовыми мероприятиями. Не до диктантов было. Поэтому перенесли на осень. И вот 17 октября, в эту субботу, уже завтра, он всё же состоится. Хорошо. Сразу вопрос. Что изменилось? Что новенького добавили? Что-то изменилось? Изменился этот мир, да, вы заметили? Да, и не говорите, да. То есть мы все ушли в онлайн, и, конечно, диктант тоже уходит в онлайн. Точнее, форма онлайн, она и была всегда. Всегда можно было написать, точнее, напечатать диктант. То есть ты слышишь голос ведущего, печатаешь тут же под диктовку, тут же отправляешь, проверка. Всё, ты написал диктант. Я так писала, кстати, да, онлайн. Онлайн? Да, серьёзно. Уже после того, я не успела в каком-то году на обычный диктант, думаю, а дай напишу, проверю себя тоже. Я онлайн как-то писала его, да. Лиджи регистрируются там по собственному желанию, да? То есть хотят или всех заставляют? Нет, регистрация обязательно. А, обязательно, да. А в этом году ещё такая штука будет, не просто онлайн диктант вот какое-то время, а будет целый марафон. До 17 октября 17 часов русского языка о космосе, представляете? О! Он начнётся в 7.30 по Москве, то есть в 11.30, и где-то около трёх часов ночи у нас закончится. Так, это для кого и как это посмотреть? Там будет всё. Там будет и спектакль, будет общение с интересными людьми. Например, там будет космонавт, который писал два раза диктант на МКС в 14-18 году. Круто же. Интересно, насколько написал? Кстати, да. Да, да, да. Главное участие, как мне отец всегда говорит, я, если в спорте не побеждал, главное участие. Кстати, я впервые присоединилась к диктанту как человек, который будет диктовать. Чтец? Как, ну да, назовём. Нет, нет, это называется не чтец, это называется диктатор. Да, диктант же тотальный, поэтому на нашем сленге это диктатор, да. Я всегда говорю, Валера, ты тиран, так я вот теперь диктатор, понимаешь, и всё, до свидания. Молодец. А как вообще выбирать людей, Светлана, скажите, как вы выбираете такую должность диктаторов? Ты против, что ли? Я не против, но просто так интересно, как, как отбор проходят они? Это просто знакомые люди чаще всего, и всё. Ты такой, а, Наташа, хочешь написать? Ты ещё хочешь подиктовать? Да, почему нет? Ну да, 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 но это потому что мне доверяют, понимаешь, а будет ли сложным текст в этом году? Все всегда волнуются. Вот я помню, Дина Рубина, кажется, какой-то один год был такой текст, про который там все говорят, что это за слово, расхристанный, что-то там не знали, как писать. В этом году что? Ну, как-то вот... Сложность текста — это всё-таки относительное понятие. То есть кто-то говорит... Вообще это хорошее оправдание такое, вот, скажем, таким низким показателем количества отличников, например, на площадке, да. Текст сложный, поэтому не получилось. Ну, знаете, нам-то можно сказать, текст-то сложный в этом году, Светлана? А не могу, Валерий, я его не видела. Текст мы увидим, даже мы, координаторы, мы увидим только за несколько часов до диктанта. За несколько часов? Да, да. Это тайна-тайна. Он уже пришёл, он у нас уже есть у всех на компьютерах, скачанный, но это за пароли на архив. А пароль мы узнаем только непосредственно перед диктантом. Давайте резюмируем для людей, которые впервые об этом слышат и заинтересовались. Как сделать, чтобы поучаствовать? Значит, это три формата. Первый формат — это онлайн, о котором я подробно рассказала. Подключайтесь к марафону и пишите диктант. Например, в три часа дня, в три часа, в шесть часов пишите. Следующий формат — это формат «Пишем дома». Точно так же подключайтесь к марафону, пишите в три часа дня диктант, но сдаёте свой листочек с диктантом, то есть пишите уже не печатайте, а пишите, и сдаёте свой листочек в литературный музей. Там у нас будет точка сбора вот этих работ. Приносишь, оставляешь. Так, и третий. И третий — это самый нормальный, настоящий диктант, с настоящими диктаторами. Это прийти на одну из 17 площадок в этом году. В основном регистрация у нас везде закончена, но есть ещё некоторые вузы, где остались места. То есть ищем их на сайте диктанта, эти точки выбираем, где удобно, приходим. Да, на сайте «Красноярск.доталдикт» выбирайте площадку. А вот, Наташа, ты на каком участке из 17 будешь, ты не знаешь? Ну, это, конечно, секретная информация. Ну, пожалуйста, скажи, я приду. Но вообще в Институте искусств я буду диктовать. А это ты не знаешь, номер какой, да? Номер точки я не знаю. Просто Институт искусств, всё, Институт искусств. Регистрация закончилась три дня назад в Институте искусств. Хорошо. А все хотели, видимо, туда, да. Давайте тогда последний вопросик про правильное питание. Да. Вы как, за здоровое питание? У меня есть суперспособность. Я не ем сладкого. Но не потому, что у меня там сила воли какая-то, или привычки правильные. Я просто его не люблю. И поэтому это меня спасает. Ой, да вам повезло. Всё понятно. Вам легче жить вообще-то. Существенно. Мы благодарим Светлану Тюрину, городской координатор тотального диктанта. Кстати, он пройдёт, давайте ещё раз напомню, когда? С 17-го? В 15 часов. Да. С 17-го. В 15 часов. Это суббота, да. Это завтра. Это завтра, Валера, всё. Всё прекрасно. Я не успею подготовиться, я приду через 20 лет. Обрадовался Валера, да. Спасибо. Спасибо.